Всем шалом! Доброго времени суток! Сегодня немножечко поговорим о четырёх вещах. Футуран, бакелит, подделки футурана, бакелита, ну, естественно, янтарь и карболит. Да? То есть, скажу такие общие понятия обо всём этом, покажу немножко, как это всё выглядит. Но так, чтобы полностью и всеобъятно захватить все эти темы, это очень-очень долго. Поэтому Google вам в помощь, всякие форумы, видео и так далее, и тому подобное. Но прежде чем этой темой заниматься вообще, надо её немножечко поизучать. И то, как бы очень много вопросов всё равно останется. Ну, давайте начнём с того, что очень многие путают футураны, бакелиты и считают, что это одно и то же. На самом деле, это абсолютно разные вещи. Сам футуран был изобретён в XVIII веке мастерами с Востока. Значит, они брали отходы от янтаря, смолу деревьев своих местных, которые там были. И после определённой термической обработки делали чёткие бусы, причём настолько высокого качества, что это даже считалось как за деньги. То есть, за эти изделия можно было так же покупать, как и за деньги. К сожалению, данный химический, так скажем, рецепт утерян. Восстановлению не подлежит. Хотя на протяжении века все пытаются восстановить это и как-то сделать. Первую такую попытку сделал Лео Хендрик, которого все почему-то называют бакелит, хотя он бакеланд. Окей? Начало XIX века, если точнее, то это где-то 20-е года, начало 20-х годов. По сути, это человек, который сделал первым качественный пластик, который запатентовал и назвал бакелит. который, в принципе, по сей день некоторые называют футураном, да? Но это не так. Но вот этот вот бакелит, пластик, который он изобрёл, он был очень крепкий и очень популярный в изготовлении телефонов, ручек, всевозможных креплений. То есть, очень-очень такой мощный материал получается. Ну, я вам в процессе его покажу. Мы не только будем слушать меня и видеть эту заставку. Сейчас всё потихонечку постараемся сделать. Ну, соответственно, коробки всякие делали из бакелита и, в конце концов, украшения. Вот. И украшения получались довольно-таки качественные и недорогие. То есть, те люди, которые не могли себе позволить покупать янтарь, покупали бакелит. это имело вид и имеет вид по сей день. То есть, всё как бы замечательно. Значит, был там ещё один нюанс во всей этой истории. После бакелита один немец с Гамбурга. Траун Он немножечко видоизменил формулу и попытался добиться результата футурана. Вот. Ну, в принципе, он сделал неплохую подделку на футуран и на бакелит. То есть, мы, в принципе, можем считать ювелирные изделия бакелита уже подделкой на футуран и то, что сделал Траун уже считать подделкой на бакелит и на футуран. То есть, подделка на подделку, грубо говоря, произошла. Тоже он запатентовал это всё дело, но, к сожалению, из-за войны, которую Германия начала в 1939 году, производство этого поддельного футурана полностью остановилось и не возобновилось. Вот. Его, в принципе, так и называют германский, немецкий или атаманский футуран. Так, ну и потом мы уже приближаемся к временам карболита. То есть, карболит это уже в принципе наши, скажем так, совдеповские времена изделия. Так, буду я приближаться поближе и потихонечку мы начнём. Ну, начнём сдалека. Что такое карболит? То есть, все мы помним по Союзу, да, прекрасные вот эти вот тройнички, которые сделаны с карболита. На самом деле в Союзе очень много использовался карболит, всякие электрощитки, станки и так далее. Да, то есть, резеточки мы помним карболитовые. Вот вам, пожалуйста, вот такой карболит, утюжок для стрелок. Всевозможные коробки, под объективы, ручка, наштык-нож, карболит. основного, как бы, такого, чтобы мощного отличия от бакелита, в принципе, нет, там практически те же составляющие, но немножечко там идет отличие, но в карболит добавлено стекловолокно, чего нет в бакелите. и тут у меня еще стоит вот такая вот коробочка, тут уже карболит. корректирующие светофильтры. кто не знает, это светофильтры для увеличителя такого профессионального, не домашних игрушечных. ой, они разного цвета стекла. светофильтры в общем. Так, в общем, по карболиту ясно. Что у нас касается бакелита. Значит, кто видел ролик я выставлял, бакелит не бакелит, да, значит, я все-таки, сейчас, секундочку, опс, вот такой кусок я выставлял, даже с содой показал, что это бакелит, все такое, но я все-таки решил чуть-чуть отпилить, криво, боко, но я его отпилил. Вот так у нас получилось. Это, что называется, технический бакелит, бакелит, который используют на заводах, на фабриках, чего-то с ним делать. Очень мощный материал, специально взял такой фонарочек, у меня есть мощный ювелирный, да, то есть на просвет, даже не буду свет выключать, вам и так в принципе все видно, да, можно чуть-чуть увеличить. Вот он какой на просвет, красненький. свет выключить. Попробуем выключить свет. Нет, все равно оно так ничего не то самое. Попробовали. в принципе со светом все ясно. Это технический бакелит. опять же, с него можно сделать там, я знаю, вплоть до бус. Хорошенечко отполировать кубиками и сделать будут такие красненькие бусы. окей. Сода я уже не буду показывать, я его уже показывал. Бакелит не бакелит ролик называется. Дальше бакелит. Вот у нас зарик бакелитовый. Окей. Вам его на просвет не будет, потому что он маленький. ну, видно. Вот. Ну, такие вещи вообще лучше, конечно, пальчиками прощупывать, просматривать. Тогда будет понятней, что это не какой-то там пластик, да? Вот это пластики. Попробуем просветить красненький, к примеру. извиняете, блесну в глаза. Ну, это обычный пластик. Даже не просвечивается. Как бы, как положено. Вот. Но, опять же, это все уже проверено содой. Это все, хотя бакелит имеет очень большую гамму цветов. Все нормально бакелита. Извиняюсь. Зум играет туда-сюда. Это все у нас пластики. Это тоже пластика. То есть сода нулевая реакция на эти все вещи. Если есть сомнения, могу потом по соде. Я, в принципе, взял тут соду, поставил. так, берем соду, а то еще не поверите, у меня тут в рюмочке водичка стоит. Мочим ушную палочку, берем соду, вот она. И трошечки трем. есть реакция. По пластику, если вы будете так тереть, никакого толку не будет. Где у нас чистенькая сторона? ноль. То есть тут можно тереть, обтереться. Ничего это не даст. Он еще большой. Ноль. По янтарю тоже ничего не даст. Это янтарный. янтарный зарик. Янтарь вообще очень просто определять. Вы его просто берете в руку и держите. Перед этим подержите всякий пластик в руке. То есть ноль. Янтарь он быстро берет в себя тепло и быстро отдает. Буквально вы считаете до 10 до 15 и все он уже отдает тепло. Я уже моментально чувствую отдачу тепла. Это янтарь. Очень легко я советую вот это тепло чтобы понять экспериментировать. на старых обычных дешевых никому не нужных советских бусиках. Вы просто в руку взяли 10-15 секунд и вы чувствуете как он нагревается. Если вы его поддержите несколько минут в руке то когда вы уберете с руки вы даже почувствуете такой легкий жир в руке. Больше всего люблю вот такие вот вещи они самые такие тепленькие. То есть он самый самый такой теплоотдачный. Да. Вот такие вот такие вот это все обычные как бы янтари. Преса осколки они самые такие тепленькие. Вот такие вот тоже старые шарики вот эти от зоба носили. Такое вслепленное все вместе. Берем в руку подержали. Он берет моментально тепло с руки и потом тут же и отдает. То есть сентарем в принципе все ясно. Нужно его сразу убрать в сторону. Так вернемся к бакелиту. Вот бакелит бусы бакелитовые. бакелитовые бусы хорошего качества они не выдают свой рисунок. То есть вы видите просто цвет там желтый красный но рисунок вы не видите рисунок вы начинаете видеть только когда вы просвечиваете. вы видите рисунок причем каждая бусина со своим рисунком сейчас может быть выключу свет будет виднее не вообще все стало желтым так секундочку ультрафиолете что-то там вам видно скажем так рисунок видно сейчас я включу свет извиняйте в принципе я думаю что обычным светом можно каждую бусину посмотреть ее уникальный рисунок очень красивые бусины так же самое вот этот но тут наверное вам не будет видно хотя не видите видно чуть-чуть приблизить резкость будет лучше да видите то есть внутри есть рисунок так вы его не видите это хороший старый качественный бакелит тот бакелит на котором сразу видно рисунок это уже более скажем так современные варианты исполнения потрясающие рисунки то есть вот это более современные видите на нем сразу уже видно его рисунок мы просвещаем но даже если мы не просвещаем мы видим разнородный такой расцветок так это у нас есть это есть но это у нас подделка под футуран это обычный пластик не берется содой никаких рисунков просто футуран не футуран а подделка пластиковая подделка обычный пластик так вот у нас бакелитовый браслетик но вы ничего не увидите это я вижу рисунок чуть-чуть цвет уберу идет немножко рисунок но он не старинный потому что в принципе видно цвет и он более прозрачный не такой рисунок то есть это уже такое более современное вот еще старый бакелит на котором тоже мы не видим рисунок но если мы сделаем просвет мы видим рисунок есть есть еще вот такой называется черепаший бакелит но на просвет никак практически не реагирует даже мощным фонарем ну бусики симпатичные так вот у нас еще бакелит современный то есть рисунок мы видим сразу это не старый бакелит это современный бакелит не так просвечивается даже мощным фонарем у него не тот просвет то есть это такой же знаете не бакелит а пластик с рисунком они тоже как бы симпатичные имеют место жить очень очень неплохие такие под бакелит но кто разбирается тот понимает вот еще один бакелит тоже современный на нем тоже видно рисунок сразу же при свете вообще когда мы на солнце смотрим очень просматривается рисунок чего не должно быть на нормальном качественном бакелите на старом бакелите так вот современная подделка под старинный бакелит это чистый пластик он не берется содой то есть на соде не остается рисунок но вы наверное не увидите вы не увидите там рисунок просто потрясающий нет сильно засвечивает но вы мне поверите на слово я попробую может быть в ультрафиолете нет не возьмет камера не передает ну в общем он по наружу получается желтый а внутри у него рисунок как у бакелита еще раз попробую нет засвечивает извиняйте ну и совсем уже откровенный пластик тут даже не надо ничего засвечивать тоже делают по типу бакелита то есть рисунком но этот рисунок уже видно в принципе все все пробежались то есть еще раз быстренько так янтарь то есть вот тоже якобы янтарь якобы пресс в ручку взяли зажали подержали какое-то время он как был холодный так и остался пластик взяли янтарь в ручку ну сразу 3-4 секунды все я уже чувствую что он теплеет и начинает отдавать тепло то есть все очень просто с янтарем все очень просто да пресс да безрисуночный но янтарь бакелит тот который старый он идет вы на нем не видите никакой рисунок только рисунок видите на просвете ювелирным фонарем ок бакелит современный мы на нем сразу видим рисунок бакелит технический ну как как такового рисунка нету но материал там скажем на какие-то бусы четкие очень очень неплохой ручку там для ножа сделать да шикарнейший материал износа не будет то есть очень очень мощный классный материал ну и карболит не путать с бакелином с бакелитом и тем более футураном кстати футуран я так и не показал да вот честно говорю либо хорошая подделка футурана либо футуран вот не буду утверждать темные бусины светлые бусины с рисунком внутри я думаю что вы не увидите да его сильно засвечивает да его сильно засвечивает ну а может быть ультрафиолетом ультрафиолет не пробивает ну тут видно немножко рисунок ну вот это вот подобие скажем так футурана ну и в то же время и бакелита но старого качественного либо того же немецкого то есть примерно вот так выглядит футуран качественно на этом и все всем удачи шалом